Всем привет! И сегодня речь пойдет о финте, который называется Радуга. И мы с вами не только разберем, как правильно выполняется этот финт, но также обсудим нюансы, которые помогут нам демонстрировать этот технический элемент на тренировках и, что самое главное, в играх. Ну что, поехали! Да, действительно, умеют делать финт Радуга вроде бы многие, но далеко не все умеют успешно его применять в реальных играх. И давайте разбираться, почему же так происходит. В этом финте есть достаточно много важных нюансов, о которых необходимо помнить и которые необходимы нам для его успешного выполнения. Давайте разбираться по порядку. Ну, во-первых, начнем с того, что финт не такой уж и простой на самом деле, как он кажется. И необходимо очень хорошее чувство мяча для его выполнения. И многие, когда только начинают его разучивать, делают одну и ту же ошибку. Я объясню, что я имею в виду. Когда мы начинаем делать этот финт, только тренируем его, многие разучивают его как? Ставят вперед одну ногу, именно пяткой к мячу, и второй ногой накатывают мяч на пятку. В этом и заключается кардинальная ошибка. На первых этапах, да, можно пробовать разучивать этот трюк, чтобы просто почувствовать его, чтобы ему научиться. Именно таким способом, когда мы мяч накатываем на пятку. Но в дальнейшем, когда мы будем уже этот элемент отрабатывать, в этом и состоит основная ошибка. Почему? Когда мы накатываем мяч на пятку, во-первых, мы его плохо чувствуем. То есть у нас получается не подброс мяча, как это и должно быть в финте радуга, а получается его подбив. Соответственно, мы не можем уверенно регулировать высоту этого подбива и то, куда мяч в итоге у нас вылетит. Это первый момент. И второй момент, когда мы ставим пятку, нам сложнее сделать, накатить мяч на пятку в движении, когда мы движемся с мячом на скорости. Об этом тоже важно помнить. Теперь, как же нужно правильно выполнять этот финт, когда мы его уже научились делать? Правильное его выполнение заключается в следующем, что мы мяч должны зажать между щеками, то есть между внутренними сторонами стопы. Допустим, вот мы ведем мяч и в какой-то момент мы одной ногой шагаем, разворачиваем внутренний и второй ногой зажимаем. Получается у нас, что мы зажали мяч между внутренними. И у нас одной ногой накатываем на другую и получается подброс мяча. Именно таким образом и никак иначе. Важно помнить еще один момент, что когда мы делаем этот финт в движении, то ногу опорную, которой мы в итоге и будем подбрасывать мяч, нужно поставить чуть дальше. Потому что и мы же движемся, и мяч катится вперед. То есть ногу ставим дальше, и в это время мяч должен у нас прокатиться как раз-таки до ноги. И второй ногой мы его поддеваем. Опять же, повторюсь, между внутренними. Еще один нюанс, который гарантирует нам хорошее и успешное выполнение этого финта, заключается в следующем. Мы должны правильно направлять корпус. Корпус у нас при выполнении радуги направлен чуть вперед. То есть мы наклоняемся, и за счет этого мы даем пространство ногам, подбросить мяч сзади. И делаем, гарантируем то, что мяч у нас вылетит именно вперед. Не куда-то там вбок или просто над нами. А что мяч у нас за счет наклона корпуса вперед вылетит именно перед нами. И таким образом мы и обыграем соперника. Идеальная высота подброса мяча при выполнении этого финта от полуметра до метра. Именно так у нас мяч подлетает не очень высоко. И соперник не успевает понять, что же такое произошло. Не успевает подстроиться под мяч, как-то перестроиться. И тем самым мы его и обыгрываем. То есть у нас получается эффективный этот прием. И опять же скажу, что это достигается. То есть подброс на нужную высоту достигается как раз таки за счет того, что мы мяч именно бросаем. Не подбиваем по нему, не бьем по мячу. А именно бросаем. То есть мы его как бы накатываем на ногу. Этой ногой фиксируем. И вот этой ногой уже перебрасываем через голову. Тогда мы будем делать этот элемент уверенно и с места, и на скорости. Что гораздо сложнее. Теперь о том, как тренировать радугу, если до этого вы вообще никогда ее не делали и еще не умеете. То есть начинаете с нуля. Огромное количество времени я бы вам советовал тренировать этот элемент с места. Пробовать даже накатывать на пятку. Вот так вот. То есть одной ногой на вторую и на пятку подбивать. Чтобы просто почувствовать это движение. И в дальнейшем уже, когда вы будете уверенно делать, то есть сначала накатывая на пятку, потом уже на внутреннюю, на щечку. Когда вы будете уверенно делать этот элемент, пробуем делать уже немножечко в движении. Не на скорости, а с введением мяча, не торопясь с трусцой. И только после этого уже можно пробовать делать этот финт на скорости. Потому что на скорости его делать, ну, раз в пять, наверное, сложнее. Поэтому по этой причине его и не так часто встретишь. То есть этот финт не так часто можно увидеть в исполнении игроков на официальных матчах. Потому что его, опять же, финт очень рискованный. Его нужно отработать досконально. И только тогда при уверенном контроле можно его будет демонстрировать. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписан. Поставьте, пожалуйста, под этим видео лайк. И в комментариях напишите, какие еще финты или другие технические элементы вы хотели бы увидеть в обучениях на нашем канале. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok